снова приветствую на канале всех любителей японского денима на обзоре у нас сегодня такой бренд как iron hard но многие просили я решил сделать так у меня есть продукции данного бренда носить и начинает только сейчас касательно iron hard производитель достаточно своеобразный они отталкиваются от мотоциклетной тематики вот хараки сам сам увлекается мотоциклами но что касается покупок бренд имеет весьма своеобразную сейчас ценовую политику в японии он никогда по ценам не отличался от продуктов на аналогичные бренды но сейчас политика такова что диктует сейчас европейское подразделение этой марки цены они максимальны поэтому брать или не брать iron hard но это решайте сами я когда-то брал когда это было гораздо более приемлемо вот переходим конкретики у нас модель битл бастер вот ее обозначение за 18 унцевого денима когда-то это был просто разовый про проект кто следит давно знаете на форуме iron hard такая пользовательница была битл вот и соответственно потом эту модель выпускали на регулярной основе и сейчас она ушла в архив в силу того что она не имела такой бешеной популярности как например 634s которые всегда популярны фасон предемонстрирую как он выглядит то есть здесь прямая штанина без сужения не широкая достаточно не широкое бедро что возможно подходит не всем и высокая посадка ну мне вот нормально заходит касательно денима 18 унца на квадратный ярд ну я лично привык что iron hard вот в моем еще представлении что это длинноволокнистый зимбабвийский хлопок со временем iron hard отошли от длинноволокнистого зимбабвийского хлопка на их форуме giles представитель писал что это точно не хуже что это даже лучше что они перешли на американский хлопок там без конкретики какой именно но я бы сказал что вот старые модели из зимбабвийского хлопка они как бы мягче пушистый вот новые все-таки несколько иные но это опять-таки всего лишь мое мнение деним без выраженной не однородности это не их ниша совершенно он достаточно ровно хотя сейчас у них есть даже и слабе серии они сейчас все охватили раньше когда-то вот изначально классическая iron hard это плотные мягкие джинсы без неоднородно сейчас они делают какие только не делают вот да ним достаточно такой ровный без слабе достаточно комфортно и быстро разнашивается вот так что 18 унций на квадратный ярд так повыше средней плотность но это еще не тяжи вот патч ну традиционную iron hard патч вот такой толстый светлой кожи такой толстый толстый да можно конструктивно продевать ремень со временем кожа будет темнеть после нескольких стирок не удивляйтесь иногда бывает патч трескается он достаточно толстый ну вот такая вот его особенность на арке вот такая вот характерная зигзаба образная когда-то очень давно iron hard имел такую арку стиле левайс он рэп-тап когда-то был вот сейчас он имеет вот такую вышивку в данном случае вот с подкладкой здесь карман достаточно все так вот интересно сделано строчки поликатоновый нит поскольку iron hard это такой ну бренд не сколько с винтажным сколько с промышленным таким подходом поэтому здесь достаточно ровные такие чистые строчки здесь нет я думаю даже попыток использования какого-то там винтажного оборудования все это достаточно мне кажется на современной такой фабрики шьется но опять же это один из вариантов подхода к производству японских брендов это не хуже и не лучше то есть кому-то нравится стилистика более такая вот грубовато кому-то вот такая более промышленно так что ничего плохого в этом нет так пуговицы пончиками not iron hard всегда такие кстати интересный момент вот здесь v-образная строчка пожалуй то единственное что это же и вот здесь они не доводят вот цепной стежок до конца вот здесь самый толстый не знаю может быть берегут оборудование вот на более поздних 634 с вот который сейчас пускает они полностью застрачивает а вот первый выпуск у меня старый был еще и зимбабийского хлопка у них точно также здесь не дострачивали может у меня и какая-то вот этот старый выпуск потому что эти джинсы приобретены достаточно давно их просто не носил и только сейчас до них дошла очередь шлевки кстати интересный момент обычно iron hard крепит их в трех местах они заводят их под пояс но в данном случае сделано вот по классике они вот в двух местах монетный карман вот но опять же таки это ни в коем случае это абсолютно не рэп это современный такие джинс который позиционировали сначала для байкеров но сейчас вот джайлс великобритании старается позиционировать как это японский премиальный джинс отсюда на ограничение продаж из японии или иностранцев там и т.д. и т.п. что мне лично совсем не нравится ну сам продукт хороший я его ношу с удовольствием точная нить она достаточно мягкая такая комфортная вот сама кромка здесь такая труб розовая нить плетена говорят фейдинг достаточно контрастный будет на вот вот этом 18 унцевым доним ну что буду носить вот так что просили меня об iron hard я вам сделал выпуск об iron hard как всегда носите хорошие джинсы спасибо всем кто смотрел